В классе лайф занял Алексей Реватюк, третье место. И третье место, и небольшой такой подарочек тебе Лёше, чтоб тебе светило лучше, ну мало ли вдруг в дороге что-нибудь. Да, вот такой специфический ксеноновый. А второе место в классе лайф, ну это, наверное, главная неожиданность, Сергей Водронов. Ну да, это действительно самая большая неожиданность сегодня. Сережа, только вот разговаривали с тобой, как ты мог, как ты мог. Ну и человек, который прервал победную серию Сергея Водронова, Григорий Головорочка, победитель сегодняшнего этапа в классе лайф. Ну и это тоже от компании Порсаж, поздравляет с победой. Ну и, а сейчас, было бы очень хорошо, если бы так сделали очень довольное лицо. Я понимаю, что устали, но Григорий доволен. Ехать самого Водронка сегодня, это целое счастье, конечно же. Это уже история. Поэтому награждение команд, и здесь у нас лишь две, к сожалению, команды. Причем за СДС-ТШ по автомотоспорту, которая заняла второе место, отбывался один Алексей Ревасюк. В командном зачете у нас победил Алексей Ревасюк. СДС-ТШ по автомотоспорту второе место. Но и победители в чемпионате Беларуси на пятом этапе, это команда «РУСС» Сергей Водронок и Евгений Корбик. Ну, состав немножко обновился. Серьезный Водронок все равно у нас на первом месте сегодня хоть команду зачетил, но постоял. Кого дальше? А дальше мы награждаем легенды! Легенды! Третье место! Сам организовал, сам провел и на тумбочку заскочил. Третье место! Сергей Лапицкий! Попахивать коррупции! Да, Пальбасу! Да, находитесь, да? Пальбасу! Второе место! В классе легенды СССР! Алексей Савин! Пальбасу! Аплодисменты! Целый год для тебя не было. Целый год человек не гонялся, пришел в легенде СССР и всех, так сказать, победил. Первое место, Александр Стефанович. Он имеет хорошую приемку у нас за рубежом, поэтому, конечно же, не могло не сказаться. Да, по дискреду, конечно, в адрес ребят, которые сделали сегодня. Праздник. Спасибо. Ну и кто у нас еще остался? Юниоры. Да нет, не юниоры, но у нас есть нефшество. С предыдущего, насколько я помню, этапа у нас появились команды в классе легенды СССР. И на сегодняшних соревнованиях в классе легенды СССР третье место заняла команда... Где эти позорники? Где эти позорники-2? Ага, вот они. Racing Brothers с Кириллом Лорисовым и Никитой Ивановым. Третье, третье. Уоу, селся на третье место. Так и сидел, да. Да, сегодня вся гонка у себя была такая. Второе место. Команда Soko Racing. Олег Кавки и Алексей Савин. И победители в командном зачете, сами провели, так сказать, сами выиграли, да? Граба Мотор Спорт. Сергей Лопецкий, Александр Стефанович. Месту Сергея Стефановича хочется вспомнить и сюда на трассу пригласить. И за счет юниоров у нас остался третье место здесь Даниил Гриц. Второе место. Хорошо, что хоть доехал до второго места. Помним мы на предпоследнем круге, что произошло. Там на двух колесах все это очень так жутковато смотрелось. Но хоть второе место сегодня. Роман Канарский. И победитель сегодня Никита Девятов. Можно сделать фотографии. А у нас расчистился весь стол. Награждать нас больше нечего. Давать вам тоже больше нечего. Зрелище мы вам дали. Пилоты вам дали тоже классную игру. Большое спасибо всем. Большое спасибо зрителям, если они вдруг еще здесь остались. Большое спасибо пилотам, механикам, родителям, командам, которые сюда приехали. Ну и как вы знаете, в середине июня у нас следующая гонка. Сегодня для вас работал Владимир Зимкевич, Анатолий Шевченко. До встречи на следующих этапах. Субтитры сделал DimaTorzok